Про себя. Я блогер, популяризатор космонавтики, сотрудник российской частной космической компании Dauria Aerospace. Наша компания на Сатурн пока не летает, к сожалению. Тема эта интересна, потому что это исследование, которое долгое время проходило в космосе. В 1997 году эта станция полетела, в 2004 году она долетела до Сатурна, и вот до 15 сентября 2017 года она изучала Сатурн, спутники, кольца, в общем, все, что там встречала на своем пути, а потом ее уничтожили. Просто сознательно сожгли в атмосфере Сатурна. И поскольку событие исследования было долгое, и нашла эта станция много всего интересного, это была беспилотная станция автоматическая, но при этом дико дорогая, 3,5 миллиарда она стоила. И да, она могла еще продолжать, там годик могла бы полетать, но ее просто уничтожили. И я решил рассказать, почему это сделали, что она нашла, зачем она вообще там летала, чем интересен Сатурн, кроме того, что у него колечки. Ну и меня пригласили сюда, я говорю, давайте про Сатурн. Организаторы согласились, что идея хорошая. Ну и если вы сюда пришли, наверное, вам тоже это интересно. Вот, про меня все. Давайте начнем про Сатурн и про Кассини. Сатурн это какая там, пятая планета, нет, шестая планета, если считать от Солнца, от Меркурия, планета Солнечной системы. Это планета-гигант, газовый гигант. И всем она известна благодаря вот таким колечкам, которые, необычным кольцам, которые есть у этой планеты. Они известны достаточно давно, уже лет 400, как только первые телескопы появились, их уже можно было рассмотреть. Вот это Сатурн, фотосъемка с любительского телескопа, но правда такого продвинутого астронома-любителя, но в принципе в средний, скажем, телескоп среднего класса, любительский, тысяч за 20, наверное, рублей, его можно вот так рассмотреть. Сфотографировать это будет посложнее, но в принципе так его можно увидеть, вот можно увидеть, что у него кольцо неоднородно. И это в общем все. Позже, когда полетели космические аппараты, и в общем вот так Сатурн был виден, и люди о нем знали на протяжении, наверное, 300 лет. Потом началась космонавтика, полетели первые космические аппараты. Оказалось, что не только у Сатурна есть кольцо, есть кольца практически у всех планет-гигантов. А из последних новостей вот несколько дней назад обнаружили даже у карликовой планеты маленькое полевое кольцо. Ну, про них мы сегодня не будем говорить, будем продолжать про Сатурн. Вот так увидел Сатурн исследовательский, первый, наверное, исследовательский зонд, который покинул пределы Солнечной системы, точнее набрал скорость, необходимую для покидания пределов Солнечной системы, то есть он преодолел силу притяжения Солнца, навсегда покидает нашу систему и улетает к звездам. Сюда он уже не вернется, и когда он пролетал мимо Сатурна, он увидел его вот так. Тогда техника еще была достаточно несовершенна, качество так себе. Следом полетел Voyager, причем с разницей всего несколько лет, вот там этот в 79-м прилетел, через три года пролетел Voyager, и качество уже было гораздо лучше. Почему так получилось? Конечно, техника шагнула вперед, но самое главное, Voyager летел быстрее. Просто пока время прошло не три года между их стартом, время между стартом прошло больше. Но Voyager летел быстрее, сейчас он обогнал пионера или улетает к звездам еще быстрее. И он смог увидеть, да, вот так увидел Сатурн похожим, в общем, образом уже от Земли космический телескоп Hubble. Этот телескоп летает до сих пор, иногда посматривает на Сатурна. Вот здесь картинка, она, это фотошоп, ну, почти. Вот это колечко, которое здесь видно, такое голубоватое, это полярное сияние. У Сатурна тоже есть магнитное поле, как и у Земли, у него тоже есть полярное сияние, северное и южное. И оно лучше видится в ультрафиолетовом свете, то есть оно больше света дает в ультрафиолете. Глазом этот ультрафиолет мы бы не увидели, но телескоп видит не только видимый свет, но и ультрафиолетовый. Просто взяли, сделали кадр в видимом свете, добавили кадр в ультрафиолете и получилось вот такой фотошоп. Но в целом он, в общем-то, объективно отражает ту картину, что, в общем, те события, которые происходят на Сатурне. Теперь Кассини. Было ясно уже после Войджера, что Сатурн интересная, это самое главное, это система интересная. И Сатурн, он не сам по себе, не только сам по себе, у него много спутников, кольца, мы обо всем этом поговорим. И сегодня теперь немного, собственно, о самом космическом аппарате. Пожалуй, это была самая дорогая межпланетная миссия, когда-либо запущенная человечеством. Его стоимость вместе со сроком работы и с оплатой, грубо говоря, всей зарплаты ученых, которые с ним работали в течение всего этого срока с 1997 года, превышает 3,5 миллиарда долларов. Это много, но опять-таки, например, Международная космическая станция 100 миллиардов долларов стоит, так что пилотируемая космонавтика дороже даже околоземная. Ну и эта станция мощная, имеет три радиоизотопных электрогенератора. Вот здесь они так добавлены. То есть у Сатурна уже достаточно далеко от Солнца. Солнечные батареи там дадут очень мало энергии, и они там неэффективны будут совсем. Поэтому ему добавили такой плутониевый, грубо говоря, реактор, который позволяет ему обеспечивать необходимое питание. То есть питания у него было достаточно, как я уже сказал, от него отказались не поэтому. Кроме этого он был нашпигован огромным количеством аппаратуры. Там и магнитометр, датчики пыли, датчики космических частиц, камеры, конечно, многочисленные спектрометры, которые позволяли не просто красиво фотографировать, а в фотографиях мы сегодня посмотрим немало, но и определять химический состав атмосферы, газов, а там, в общем-то, половина всего интересного. Это как раз какие-нибудь газовые атмосферы самого Сатурна, газовые атмосферы Титана. Самой одной из важных целей исследования Кассини был Сатурн и его атмосфера. Газовый гигант, несмотря на то, что как бы он весь газовый и состоит в основном из газа, но его, собственно, газовая атмосфера у него толщиной примерно тысячи километров. Это не так много по масштабам планеты. Дальше идет уже фактически жидкое море из жидкого водорода. Глубже идет металлический водород и где-то там в самом центре, в самом ядре, какое-то каменное ядро из того, что за время существования Сатурна, каких камней в него нападало, каких он там во время формирования Солнечной системы насобирал на себя каких-нибудь веществ, сложнее и тяжелее, чем базовые газы, из которых он состоит. Основной состав его это водород и гелий. Причем водорода в 10 раз больше, чем гелия. То есть по составу он во многом похож на химический состав Солнца. Просто на Солнце идет термоядерная реакция, поэтому она хорошо светится, а на Сатурне этого нет. Поэтому он просто... Ну, он тоже излучает некое тепло, но это там процессы, не связанные с термоядерной реакцией. Здесь мы видим как раз большой тайфун, который проходит по атмосфере Сатурна. Это сезонное явление. Он не всегда происходили такие бушующие волны. Причем он, интересно, окольцевал всю планету, догнал свой собственный хвост, ну и постепенно рассеялся. То есть не превратился, как в случае с Юпитером, в большой тайфун, который там... Большое красное пятно — это гигантский тайфун, который держится уже столетиями на Сатурне. Такого нет. Но тоже было найдено очень интересное явление, которое долго не могли понять, как оно вообще сформировано. И даже поначалу не могли поверить, что они это видят. Кто заметил, гайка на полюсе Сатурна — шестигранник, шестиугольник, который наблюдается. Это естественное образование. Там не спрятана гигантская летающая тарелка. Но это стабильная структура. Это тайфун, обладающий такой формой, который держится точно так же на протяжении всего периода наблюдения, еще с времен Войджера. Войджер обнаружил эту гайку, и ее наблюдение продолжается до сегодняшнего дня. В принципе, даже уже умелые астрономы-любители с хорошими телескопами, достаточно дорогими, но любительскими, могут ее сфотографировать из Земли. Когда положение наклона Сатурна в нашу сторону, наклонной оси позволяет ее наблюдать. Вот даже Кассини, пролетая над полюсом, смог даже снять серию снимков, которых удалось объединить в такую анимацию, показывающую некое движение этого тайфуна. Как он сформировался? Почему такого нет, например, у Юпитера и других планет-гигантов? Причем это на северном полюсе Сатурна, а на южном такого нет. И вот это необычно, и ученые первые годы вообще понять не могли, но недавно вот это сердце, сам глаз тайфуна, то есть здесь он маленький, вот мы видим, а здесь он уже побольше. То есть вот самый-самый глаз тайфуна. Но в Стэнфордском университете провели исследование, провели моделирование, которое в принципе показало, что можно получить подобную структуру. Для этого необходимо иметь закрученную с определенной скоростью, имеющую определенную повышенную температуру струю вещества, которая поднимается из недр вот этого сосуда некого и вращается. Если будет у этой жидкости, или которой моделировали, определенная вязкость, у этой струи будет определенная скорость вращения и определенная температура, общая структура, закручивающаяся вокруг этой струи, формирует вот такой шестиугольник. Но при этом формируются вот такие побочные, по всем углам этой структуры формируются побочные вихри, которые не наблюдаются на Сатурне. Возможно, они где-то там на глубине, то есть вот здесь мы их не видим. Возможно, они где-то глубже лежат и не видны под внешним слоем облаков. Но глубже им не удалось заглянуть так, чтобы понять, есть они там или нет. То есть это пока еще все-таки гипотеза, достаточно убедительно объясняющая, что там происходит. Но не дающая полных ответов. Возможно, может быть что-то и еще. Самый, ну или одной из самых интересных целей исследования Кассини это были, конечно, спутники Сатурна. Они действительно необычные, причем их там несколько необычных, это большая система. Вот здесь даже не все спутники перечислены. Если бы их там размещать в масштабе один к другому, то они бы там продлевались до конца этой стены, там Титан где-то вот в этом районе бы крутился. Стоп. Вот масштабы, здесь соотношение масштабов этих спутников, то есть один большой спутник, если у Юпитера, например, четыре больших спутника и остальная мелочь, там несколько десятков, то у Сатурна один большой спутник, Титан, а остальные вот помельче, там вплоть до таких камней, которые даже здесь уже не перечислены. Самый интересный, в принципе, самая интересная Луна, то есть большой спутник в Солнечной системе, это безусловно Титан, потому что там есть атмосфера. Это единственная, причем плотная, плотнее, чем на Земле даже. Атмосфера стабильная, если, например, на Ио может образовываться некая там шаткая атмосфера, потому что там постоянно извергаются вулканы, Ио это спутник Юпитера, то на Титане это стабильная атмосфера, которая, в общем, сохраняется и держится, ну, в общем, миллиарды лет. Ну, и без тайфуна тоже было что исследовать, и мы сейчас, в общем, подробнее об этом поговорим. Но сначала несколько кадров того, как изучал Кассини, что он видел. Это такая серия снимков, просто он летел и делал кадры, потом все это объединили в гифки, у многих возникают ассоциации там с кадрами из фильма «Звонок», когда там посмотришь, потом тебе сообщают, что, в общем, зря ты это сделал. Тоже ассоциации с кадрами там первых лет кино вообще, когда это только создавалось, но действительно снимки создавались черно-белыми, в разных диапазонах снимались, и компонуя эти диапазоны, можно было получать больше информации, собственно, о самих космических телах, чем если бы мы просто снимали обычной фотокамерой трехканальной, которая показывает то, что бы видел наш глаз. То есть вот здесь как раз Титан здесь проходит на дальнем плане. Такой танец, бесконечный танец. Я видел неоднократные попытки все это собрать в некий фильм, и были, то есть, по-моему, там фильм назывался «In Saturn Rings», но так я и не увидел выхода его в прокат, то есть кто-то очень много времени потратил, чтобы сделать что-то, но не довел до конца. Но сначала про кольца. Кольца тоже интересный объект, который давно привлекал внимание ученых и фантастов, про это тоже писались неоднократно книги. И на самом деле это не что-то там, что многие ожидали, это не какие-то гигантские структуры, это, по сути, снег или мелкая ледяная пыль. Песок там, наверное, тоже есть, но в значительной степени это лед. Причем, если мы посмотрим под углом, они кажутся большими и массивными кольцами. На самом деле это очень тонкое кольцо. Если мы будем смотреть что-то точно в плоскости кольца, мы с Земли, по крайней мере, в любительские телескопы, ее даже не увидим, потому что толщина ее исчисляется сотнями метров. Но если смотреть под углом, да, это все красиво. Вот такой снимок, по сути, здесь на этом снимке мы видим затмение Солнца Сатурном. И из тени Сатурна Кассини смог обозреть такую широкую панораму, которая выявила даже дополнительные кольца, которые ранее не наблюдались. Можно видеть, что они неоднородные, что есть некоторые совсем сплошные, есть более размытые, и происхождение у некоторых из них разное. Но вот те, которые более плотные, считается, что это либо разрушившиеся ледяные спутники, которые когда-то вращались у Сатурна, но слишком близко к нему приблизились, были разрушены приливными силами, и превратились в вот такую кучу снега. А, в общем-то, да, почти все спутники Сатурна, они ледяны, по крайней мере, на поверхности. Все покрыты ледяной коркой. И, возможно, таким образом, как раз первые кольца и появились. Но у других колец, вот у этих, которые размытые такие, у них другая причина формирования, мы тоже об этом расскажем. Вот если посмотреть на Сатурн в плоскости колец, будет видно, что она, это прям очень-очень тоненькая линия. А вот это, если мы увидим, это тень, тень колец, проецируемая на тело Сатурна. При этом, сами по себе кольца, они полупрозрачные. И мы можем видеть, что и тень такая, в общем-то, не глухая, а полупрозрачная, потому что свет через нее пробивается. В кольцах, кольца неоднородные, как можно издалека посмотреть. Там определили, тоже Кассини, это обнаружил некие структуры, которые назвали пропеллеры. Они действительно похожи на такой самолетный пропеллер, который летит в кольце. Это некие пробелы в кольцах, которые возникли из-за нахождения в этой точке более крупных кусков льда. То есть, их диаметр меньше 500 метров. Вот здесь, мы на этом снимке, это один из самых близких снимков кольца, который был сделан Кассини вот в этом году, незадолго до кончины своей, скоропостижной. И здесь минимальная детализация 500 метров. То есть, мы не видим сам этот камень, или там кусток льда, который летит в центре этого пропеллера, но где-то там он есть. И мы видим это именно потому, что он вокруг себя расчистил, вот этот промежуток в этом кольце, и влияет своей гравитацией на те частички в кольце, которые летят рядом с ним. Вот другой пример, как спутник, летящий в кольце, своей гравитацией влияет на, собственно, всю мелочь, которая летит рядом с ним. И видно, что это похоже на аэродинамический эффект, но там нет, собственно, среды, в которой могло бы передаваться это воздействие, кроме, собственно, самого пространства. То есть, здесь именно воздействие, этот камень, этот кусок космическое тело, там, по большей части, ледяное, оно влияет на окрестности свои и на мелочь, на этот снег, который летит вместе с ним в кольце, именно через гравитационное размущение. Вот еще один пример тоже. Спутник, летящий в кольце, он прочищает себе путь, но там, где он уже не может прочистить, он все еще продолжает влиять и формирует вот такие волны, волновые структуры. Теперь титан. Это, наверное, одно из моих любимых тел, космических тел в Солнечной системе, потому что он совсем необычный. Это тело, которое по своим процессам, которые происходят на поверхности, больше всего во всей Солнечной системе, похожее на Землю. Вот так вот его увидел пионер, получше чуть-чуть рассмотрел вояджер. Здесь можно увидеть, что верхние слои атмосферы у титана точно так же, как у нас голубые. Но с поверхности мы это не увидим, потому что в атмосфере самого титана по большей части атмосфера состоит из азота. То есть как у Земли. У Земли 70% атмосферы азот, но на титане 90 с лишним процентов. Это азот, а все остальное углеводороды. Из-за них как раз метан, этан и куча других более сложных углеводородов, и они как раз формируют вот такое мутное облако, которое окутывает весь титан. Вот опять-таки на фоне одного спутника без атмосферы мы смотрим на титан. Вот еще один пример. Вот как раз атмосфера ближе, уже качество получше, можно сравнить с тем, что делал Voyager, а Cassini уже делает покрасивее. Вот это затмение. Можно увидеть, что вот здесь атмосфера неоднородна. Вот здесь это пятно. Можно увидеть его чуть лучше уже, с другой проекцией. Это тоже полярный тайфун, полярный вихрь такой, сезонный, который не постоянно держится на тайфуне, а формируется в какие-то из сезонов. Но он не такой красивый, как у Сатурна. Он, в общем, бесформенный, но какое-то время поддерживаемый у полюса. Мы не можем увидеть титан в нашем привычном для наших глаз диапазоне. Вот такой снимок. Это так бы наши глаза его увидели. Но если мы возьмем инфракрасный свет, который не видит наши глаза, а камеры видит, пробиться через атмосферу все-таки можно. И получатся вот такие все еще мутные, неясные снимки, но на поверхности уже можно рассмотреть различные структуры, различную неоднородность. Там что-то есть темное, что-то светлое. Но то, что темное, это как раз углеводороды. Практически там, если не нефть, но что-то похожее на мазут там лежит. И самое главное, титан это единственное тело из космоса, с которого мы слышали звук. Вот сейчас мы слышим звук посадки на Титан космического аппарата Гюгенс, который прилетел вместе с Кассини, отстрелил от него, видео с него и звук с него. Ну, то, что мы слышим, это звук полета космического аппарата через атмосферу. Там не постоянно такой ветер. Когда ученые рассказывали про результат, полученный во время этого исследования с этого микрофона, они говорят, мы бы то же самое записали, если бы высунули этот микрофон в порточку. Но это больше такой психологический эффект. Мы реально слышим другую планету. Это атмосфера другой планеты. Ниоткуда больше мы ничего подобного не слышали. Хотя наши станции были на Венере, были на Марсе, но микрофонов туда не отправляли. Точнее, на Марс отправляли, но два микрофона отправляли, и два раза они не сработали. Это такое совпадение или не совпадение, но, в общем, реально мы слышали и можем услышать только титан. И здесь как раз титан интересен еще и тем, что, как я уже сказал, он очень похож по процессам, проходящим на поверхности, он похож на Землю. Но на самом деле эти процессы происходят не с теми веществами, которые есть на Земле. Для нас жидкость – это вода. Это нормально. Вот она течет с неба, течет в реках и все остальное. На Титане же вода – это камень, потому что вся кора Титана состоит из замерзшей воды. Все вот эти камни, которые мы здесь видим, это на самом деле ледышки. И если мы привезем туда жидкую воду, она будет для местных титаниц, если они когда-нибудь там возникли, она будет для них достаточно горячей. И, по сути, она будет аналогом нашей лавы. Ну, просто там лавы не тысяча градусов, как у нас в вулканах, а там 200 градусов. Для них это тоже будет не очень приятно, если они там есть. Но вода, то есть жидкость, там есть. Это как раз там есть жидкость, но не вода. Точнее, вода там не в жидкости, а в жидкости там метан. То, что для нас является газом, то, что у нас течет, когда мы открываем конфорку, и мы используем в своих хозяйственных целях, там это жидкость. Там она выполняет, там метан выполняет роль нашей воды. Там идут метановые дожди, там текут метановые реки. Вот мы здесь можем увидеть настоящую метановую реку. Они формируют метановые озера, почти моря. Они промывают каньоны. Вот здесь как раз отмечены кружками именно очень резкие каньоны, которые метан размыл в застывшей воде. То есть процессы очень похожие на наши, но с абсолютно другими участниками этих процессов. В этом интересно. И мне здесь как раз в этих рассуждениях интересно представить. Вот мы образовались, как жизнь образовалась на базе воды, на базе жидкости, которая есть у нас. Если мы представим, что на Титане сформировалась жизнь на базе их жидкости, на базе метана жидкого, у которого температура минус 170 градусов, и представить контакт наших цивилизаций, мы для них будем какими-то ужасными существами, которые могут убить одним своим дыханием. Потому что наша температура будет на 200 градусов выше того, что для них является нормой. Но в то же время они, конечно, тоже нас могут завалить своими телами и просто заморозить. Но им в этот момент хорошо не будет. Поэтому это будет сложный контакт. Но пока нет никаких данных, подтверждающих, что там кто-то есть. Но Гюгенс там пробыл всего один час. Потом просто от низкой температуры аккумуляторы разрядились. И все. У него не было никаких других средств поддержания, пополнения энергии. И, в общем, его работа на этом закончилась. Кассини же продолжал летать. Делал радарные съемки. Вот то, что мы видим. Вот здесь и здесь. Это радар. Это не фотография. Это уже радиоизлучение, отраженное от поверхности. И излученное Кассини, и принятое Кассини. Радиоизлучению облака не мешают. Поэтому мы не можем уже увидеть цвет поверхности. Это уже цвет дорисован. А так обычно с радаров вот такие черно-белые картинки получаются. просто из-за разницы отражения от поверхности. Но зато нам не мешают облака. Более того, процессы, которые наблюдаются на Титане, до сих пор не объяснены. Вот здесь мы видим образование облаков над озером. Но еще удавалось наблюдать что-то напоминающее айсберги, которые то появлялись, то перемещались, то потом исчезали. То есть за время пролета Кассини анализировал там радаром проходился по одному и тому же месту и то находил, то нет. На Титане даже рассмотрели то, что похоже на вулканы. Это крио-вулканы, потому что они тоже состоят из воды и извергаются водой. Но возможно там даже есть аналог нашей лавы. То есть вязко-текущая. Но там это вода. Вязко-текущая такая жижа, похожая на смесь воды и снега. Она не замерзает сразу при той дикой температуре, потому что она находится в смеси с аммиаком, который понижает температуру плавления и позволяет воде сохранять пластичность даже при минус десятках или даже ниже 100 градусов Цельсия. Но именно извержений не зарегистрировали, но смогли детектировать при помощи радаров именно структуры, напоминающие вулканические, причем достаточно молодые. Вот один из примеров того, что моделирование по высоте. Это не температура, световая градация не температура, а высота. То есть то, что синий, это в низине, то, что красное и белое, это выше. Ну, про Титан у меня пока все. Сейчас ученые думают о том, что надо его изучать. Сейчас как раз в США, в НАСА идет конкурс, и на этот конкурс выдвинуто несколько зондов для изучения Титана. Там в том числе подводная лодка, какой-нибудь летающий модуль над пролетающим, над Титаном. Сейчас еще чуть-чуть про него поговорим. Но пока ничего не приняли и ничего туда запускать не собираются. Но Титан еще интересен тем, что там действительно легко можно летать. Во-первых, там наше тело имело бы одну седьмую часть от нашей массы, и атмосфера почти в полтора раза плотнее, чем на Земле. То есть вот там миф об Икаре реально бы сработал. То есть там можно было бы собрать, не знаю, если не из перьев склеить, то хотя бы из фанеры вырезать крылья и попытаться полетать. При помощи мускульной силы там бы это прокатило. Но там холодно, поэтому в шубе неудобно. Дальше мы перемещаемся к еще одному интересному телу. В отличие от Титана, инцелад маленький. Если у Титана там диаметр больше двух тысяч километров, Титан больше Луны нашей. Инцелад маленький, 500 километров в диаметре примерно, полностью ледяной. Здесь мы видим такую серию движений космического аппарата мимо инцелада, поэтому получилась такая гифка. Он красивый и более того, инцелад это самое блестящее тело солнечной системы. Он действительно отражает максимум света, который падает на него. Он просто практически идеально белый. Это почти идеально белый снежок, который очень чистый и очень хорошо. И очень блестящий именно за счет того, что вот все, что солнце ему посылает, он практически там 90% этого отправляет обратно. Еще, например, Венера достаточно блестящая, но у нее 70% отражения. Ну, Венера зато у нас близко, и по вечерам там или по утрам иногда ее очень ярко видно, но инцелад мы не увидим, есть только очень хороший любительский телескоп. Но это не самое важное, что в нем интересно. Самое интересное то, что таится подо льдом, а там таится океан. То есть там жидкость вполне нормальная, вода, имеющая вполне плюсовую температуру по Цельсию, то есть там условия практически идеально подходящие для жизни. Ничем не сравнимые там с первобытным земным океаном или сейчас с условиями там где-нибудь на дне Марианской впадины или там других расщелинных земного океана. Там же, видимо, есть геотермальные источники энергии, которые позволяют поддерживать теплую воду. То есть там, в общем-то, все, что могло бы позволить развиться жизни или поддерживать там свою жизнедеятельность. Но мы не знаем, есть ли там что-нибудь, зато мы знаем, что мы можем увидеть и изучить эту воду, потому что у инцелада кора потрескалась и он в постоянном режиме извергает струи воды. Но здесь мы видим снимок вверх, они бьют, а так вообще это южный полюс, поэтому у него все извергается вниз. Вот так более правильно смотреть на него. И это, по сути, он представляет из себя комету, летающую вокруг Сатурна и в постоянном режиме формирующую хвост. И как раз вот то, о чем я говорил, вот это кольцо внешнее, это результат извержения той самой воды из инцелада. То есть этот хвост той самой кометы инцелад, которая вращается вокруг Сатурна. Вот здесь, кстати, еще интересный снимок. Можно догадаться, что увидеть, что инцелад освещен с двух сторон. То есть отсюда светит Солнце, а с другой стороны его что-то еще подсвечивает. Кто догадается, что это? Отражение от Сатурна. Да, это то, что называется пепельный свет. Мы можем увидеть пепельный свет Земли на Луне. То есть если мы увидим во время Новолуния или поздней старой Луны, когда маленький серпик виден, мы можем, если достаточно темная ночь, можно увидеть, что мы все равно видим диск, весь диск Луны. Хоть он и темный, но мы все равно его видим. Мы видим свет, отраженный от Земли, который, в общем, мы видим освещение, земную ночь на Луне. То есть если на Земле бывают лунные ночи, то на Луне бывают земные ночи. Когда Луну освещает только одна Земля, и вот мы сможем точно так же видеть земную ночь на Луне, с Земли. То есть получается свет прошел тройной путь. Сначала он прилетел к Земле, отразился от Земли, упал на Луну, потом отразился от Луны и упал нам в глаз. Вот так и бывает. Но вот здесь в данном случае мы видим пепельный свет как раз от Сатурна. Исследовать, понять, что там в этом океане, ученые попытались сразу, отправляли туда Кассини. Он неоднократно пролетал через эти струи. Но, к сожалению, у него не было приборов, позволяющих определять жизнь. Никто не думал, что ему потребуется вот так в пролете ловить потенциальную жизнь, потому что никто не ждал такого от Энцелада. Это тоже открытие Кассини. В будущем предполагается, что можно туда отправить что-нибудь, что ловило, попыталось поймать эту жизнь, если она там есть в этом океане, вылетает через эти щели. Но сейчас похожие щели обнаружили ближе у похожего спутника Юпитера, у Европы. И сейчас нацелены на Европу, потому что она просто поближе, она побольше, океан там помасштабнее, и больше вероятности того, что если там где-то хоть что-то зародилось, что мы это все-таки найдем. Но здесь заслуга Энцелада именно в том, что он показал, что это потенциально возможно, что можно необязательно. Раньше, когда знали, что на той же Европе есть подледный океан, но знали точно так же, что толщина ледяной коры у Европы там до 100 километров, да и у Энцелада, наверное, не меньше. И просто не могли придумать, как ее пробурить, чем ее пробить, такую толстую кору. А здесь мы понимаем, что нам не надо ничего бурить, нам просто нужно в нужное время, в нужном месте пролететь, там, грубо говоря, высунув стакан в форточку и собрать всю эту воду, вылетающую в космосе. Это показал Энцелад, но с этой целью полетят на Европу. Еще один интересный объект Епет. Он интересен тем, что он разноцветный. Вот это тоже, что значит, также пролет мимо Епета, и мы можем видеть, что то, что называется по-научному цветовая дихотомия Епета. Он действительно, с одной стороны, темный, с другой стороны, блестящий. Если мы можем предположить, что это либо засыпанный снегом кусок камня, либо засыпанный пылью кусок льда. На самом деле, это все-таки кусок льда, как я сказал, у Сатурна практически все, все тела, которые вокруг него летают, ледяные. Но что засыпало его пылью? Почему вот такой, с одной стороны есть пятно, с другой нет. Причем это пятно не меняется. То есть, оно четко расположено в одном полушарии и сохраняет свою позицию. Что самое интересное, вот эту разницу в цвете определили еще, по-моему, как раз сам Кассини, Джованни Кассини, ученый 17-го, если не ошибаюсь, века, определил, лишь наблюдая Епет в виде одной точки. Вот он теми самыми примитивными телескопами наблюдал, он не видел ничего на Епете, кроме одной звездочки. И он обратил внимание, что эту звездочку видно, когда она находится с одной стороны Сатурна, и не видно, когда она находится с другой стороны Сатурна. То есть, он просчитал период обращения, дождался, когда он отсюда пролетит и встретился с этой стороны, смотрел и не увидел. Потом снова увидел здесь, и единственным выводом, который он сделал, что, наверное, у Епета две стороны, одна хорошо отражает свет, второй плохо. То есть, вот как работает научное мышление. Анализируется и делается вывод, который является непротиворечимым в данной ситуации. И он оказался прав. То есть, имея совершенно примитивную, сравнимую с тем, что сейчас, я не знаю, можно за 5000 этот телескоп, можно такого качества купить, в астрономическом магазине, тогда он уже увидел то, что мы сейчас можем видеть при помощи Кассини, при помощи результатов космонавтики. Но как это произошло? Что засыпало пылью Епет только с одной стороны? Сначала ученые разобрались с причиной, почему настолько сильно разница между тем, где блестящее и где темное. Оказалось, что это процесс точно так же связанный с Солнцем и с испарением солнечными лучами льда. В Солнечной системе, да в любой звездной системе есть такое понятие, есть такой предел, который называется снеговая линия. Это то место, на расстоянии, на котором, начиная от которого, прямые солнечные лучи или прямые лучи этой звезды не могут испарять лед. То есть, все, что ближе этой снеговой линии, лед не может сохранять свое ледяное состояние, он либо испаряется, либо превращается в жидкость. У нас снеговая линия находится где-то между орбитами Марса и Юпитера. То есть, все, что дальше от Юпитера и дальше, прямые солнечные, там может спокойно летать кусок льда и солнечные лучи его не испарят, потому что они слишком слабые, они дают слишком мало энергии. На Марсе же лед сохраняется только там, либо на полюсах, где мало солнечного света, либо там, где его сверху присыпал песок. На Сатурне там уже все далеко, но при этом, на Юпите в данном случае, в том месте, где мы присыпаем лед темным, темной пылью, пыль поглощает больше света, лед отражает, пыль поглощает и лед под ней начинает испаряться. Он там испаряется, поднимается, формирует некую атмосферу и оседает от холода где-то еще. Если он снова оседает на пыль, то там снова нагрев, испарение идет дальше. А там, где он оседает на лед, там он остается навсегда. И поэтому получается, что настолько сильно нет наполовину запыленных участков на Юпите. Есть либо пыль, либо чистый лед. Но это не объясняет, откуда взялась там пыль. Но потом разобрались и с этим. И на этот вопрос ответил другой спутник, который уже, в отличие от многих других, является каменным. Это Феба. Она летает чуть дальше по орбите от Юпета, и она каменная. И можно видеть по ее внешнему виду, что она довольно сильно избита. Видимо, встречами когда-то в древний период, встречами с другими мелкими телами. И эти встречи привели к тому, что вокруг Фебы вытянулось, но если вокруг по орбите Энцелада вытягивается ледяное кольцо такое, из ледяной пыли, то здесь же вытягивается кольцо из обычной пыли, вполне себе каменной. И Епет, летающий неподалеку, вот примерно вот так сформировано как раз это кольцо пылевое вокруг, по пути полета по орбите Фебы. А Епет летает чуть глубже, чуть ближе к Сатурну, и он точно так же, как и Луна, гравитационно стабилизирована с Землей, точно так же Епет гравитационно стабилизирован с Сатурном, и он всегда вперед летит только одним боком. И этим самым боком он собирает на свой этот самый бок всю пыль, которая отвалилась и разлетелась с Тебы. И получается вот такая необычная структура и необычное взаимодействие двух спутников ледяного и каменного. Более того, можно увидеть, что с одной стороны он похож на такую на косточку вишневую, то есть у него есть выступ, который протягивается по всей орбите, точнее по всему экватору, и это как раз та плоскость орбиты Фебы, на которой плотность этой пыли больше, более высока, и просто этот хребет набрался просто потому, что в этом месте, в этой плоскости пыли насыпалось больше. Можно еще пройтись по некоторым спутникам. Тефия, она в общем обычной, таких много вокруг Сатурна летает, кусок льда, но если присмотреться при помощи Кассини, это было сделано всего несколько лет назад, на поверхности обнаружили вот такие коричневые полосы, которые, судя по всему, являются моложе, чем все покрывающие поверхность кратеры. Сначала появились кратеры, потом на них прочертились вот эти красные полосы. Сначала не поняли, что это такое, но потом предположили, нашли похожее на Европе. Европа точно такой же ледяной спутник, но, в отличие от Тефии, на Европе известен подледный океан. Когда-то этот океан, точнее, когда-то лед на этом океане трескался, через трещины вырывалась вода, и соединения в этой воде, видимо, органические или минеральные, окрашивали примерно в коричневый или красноватый цвет вот эти самые трещины, через которые сочилась эта вода. Видимо, здесь происходило что-то похожее, то есть возникали трещины, вода через них выходила, и оставляла по линиям этих трещин вот эти темные вещества, которые окрашивают в красный цвет. это позволяет предположить, что океан подлёдный на Техии тоже либо был, либо остаётся. Но в данном случае трещины слабые, вряд ли они возобновятся когда-то в ближайшее время, когда туда что-нибудь исследовательское прилетит. Поэтому заинтересовались полосами, примерно представили, как они могли появиться, и в общем оставили это для дальнейших каких-нибудь исследований. По остальной мелочи пройдёмся побыстрее. Вот этот спутник Мимас, он интересен тем, что он повлиял, значительно повлиял на мировую культуру и на мировой кинематограф, подарив образ Звезды Смерти. Его как раз первые кадры появились перед началом работы над Первыми Звёздными Войнами, как раз благодаря Вояджеру, и сейчас эта Звезда Смерти продолжает летать вокруг Сатурна, но не угрожая никому, всё, что с ней могло столкнуться, уже столкнулось, и, видимо, самое большое оставило вот этот самый кратер. Спутник Пан очень небольшой, находится близко к Сатурну, его рассмотрели совсем недавно, примерно, даже меньше года назад. Когда я сначала его увидел, я подумал, летающая тарелка, смотрите, летающая тарелка, но общественность меня поправила, что всё-таки это не тарелка, а пельмень. Американские энтузиасты, космонавтики, наблюдая эти фотографии, приводили аналогии с бургером, но, ребята, согласитесь, это не бургер, это точно пельмень. Вероятно, как появился здесь, судя по всему, это обычный кусок льда, о которых я уже неоднократно упоминал, но по его периметру, по его экватору протянулся вот такой хребет, и вероятность процесса, сформировавший этот хребет, похожий на то, что происходило с Епетом. Просто, видимо, когда-то этот спутник пролетел через кольцо, которое было неподалеку от него, от того места, где он сейчас находится, и собрал просто снег с этого кольца на свой экватор. Мы видим, он в отличие от Епета, который не вращается, ну, там, его, в общем, не являлся гравитационно стабилизированным, он собрал равномерно по всему, по всей окружности на себя вот эту пельменную часть. Гиперион тоже интересный спутник, тоже весь избитый, похожий в этом на Фебу, похожий на ядро кометы, иногда его даже в каких-нибудь популярных передачах или статьях подсовывают под видом кометы, что вот, смотрите, вот, похожий на комету, но это все-таки спутник, который вращается вокруг, по круговой орбите вокруг Сатурна, и хвоста за собой не оставляет, но, видимо, в своей эволюции он пережил непростые моменты, которые оставили следы на его поверхности. Но все хорошее заканчивается, и ученые, по сути, они узнали почти все, что могли только вытянуть из Кассини, используя его приборы, и узнали, ну, не все, они, например, не сделали полную картографию Титана, но это можно было ждать бесконечно, потому что Титан, спутник вращался, Кассини вращался вокруг Сатурна, лишь изредка пролетая мимо других спутников, и в это время их наблюдал, поэтому он не провел картографию всех спутников. Но что-то он сделал, и примерно все знания, которые от него могли получить, уже получили. Но до этого еще сделали несколько интересных снимков, и один из них селфи. На этой панораме есть мы. Вот здесь показаны стрелочкой, вот здесь вы, тоже есть, потому что я точно узнавал, это было, по большей части там Европа попала на снимок, но европейская часть до Урала мы здесь присутствуем. Так что можно уговорить, что вот здесь я там с Джонни Деппом на одной фотке. Причем интересно, вот здесь мы, к сожалению, не увидим, а вот очень, сейчас, где она там, да, мы не увидим, вот здесь на оригинале снимка можно увидеть совсем бледную-бледную звездочку, это Луна. То есть система Земли и Луны Кассини смог рассмотреть с расстояния почти миллиард километров. Здесь можно найти этот снимок в панораме, там почти вся солнечная система внутренняя, там вот Венера-Марс отмеченная, там куча всего остального. Меркурий, по-моему, только не виден, потому что он слишком близко к Солнцу, но там и звезды видны, и масса спутников видна, то есть очень интересно просто посмотреть, как много всего можно увидеть из темноты, если мы смотрим на что-то излучающее или отражающее свет. В данном случае все отражающее, потому что Солнце с обратной стороны. И все равно все хорошее когда-нибудь заканчивается, и решили уничтожить Кассини. По большей части это сделано было потому, что действительно топливо для коррекции орбиты у него заканчивалось, и где-то год еще им, наверное, можно было поуправлять. Но потом он бы стал превратиться в неуправляемое космическое тело. И его не захотели бросать вот просто так, летать, отпустить на волю. Почему это не было сделано? Есть так называемая доктрина планетной безопасности. Логика этой доктрины идет еще из фантастических произведений, насколько на заре космонавтики, когда только все в теории было, но уже писали произведения фантастические, и в этих фантастических произведениях земные микробы, бактерии уничтожали инопланетян. Сначала это была война миров, когда марсиане к нам прилетели, стали покорять, и все вымерли из-за насморка. Потом земляне у Рея Брэдбери уже в марсианских хрониках, земляне прилетели на Марс по обычаям 50-х годов, они высаживались на другую планету без скафандров, поэтому точно так же начихали, все это долетело до марсиан, и вся марсианская цивилизация в общем погибла к следующему прилету следующей команды исследователей. Чтобы избежать этого, ученые еще тогда, еще до запуска первых межпланетных зондов решили, давайте мы не будем угрожать другим потенциальным, хоть мы их и не знаем, но мы не будем наших микробов на наших зондах отправлять туда. И стали старательно там дезинфицировать космические аппараты, это было с самого начала, там какие-то части просто нагревали до большой температуры, где-то там просто спиртиком протирали, но тонким слоем. Но на 100% дезинфицировать не получится, даже если вы просто протрете космический аппарат, идеально полностью там утопите его в спирте, достать потом, поставить на ракету и сделать это, не допустив попадания ни одного микроба на космический аппарат, практически невозможно. Поэтому все, что у нас запущено в ходе исследования Солнечной системы на всем этом есть земные живые организмы, либо способные вернуться к жизни при попадании в комфортные условия. Это действительно так, земные микроорганизмы способны выживать в космических условиях, длительно сохранять потенциал к возрождению своей деятельности, когда попадут в комфортные условия. А как мы знаем, в районе Сатурна есть комфортные условия, может быть, они где-то глубоко в Энцеладе или в других спутниках, но все-таки некие условия, способные поддерживать жизнедеятельность там есть, и чтобы избежать заражения этих мест с самой ничтожной вероятностью избежать заражения этих потенциально благоприятных для жизни мест нашими бактериями, не только чтобы спасти потенциальных инопланетян, просто если потом следующие исследователи прилетят искать местную жизнь, а там уже наша развилась, ту, которую мы завезли с предыдущими рейсами, это будет сложно. Сначала мы ее найдем, это будет сенсация, потом мы будем доказывать, что это местная жизнь, а не мы ее завезли еще раньше. В общем, это проблема большая. Чтобы этого не сделать, с Кассини направили в атмосферу Сатурна, чтобы он просто... Скорость вхождения в атмосферу Сатурна составляла примерно 50 км в секунду. Отличное средство и отличная скорость для того, чтобы сжечь все без остатка. Например, когда метеориты входят в атмосферу Земли, они летят со скоростью примерно 15-20 км в секунду. Космические аппараты, которые возвращаются на Землю или входят в атмосферу и тоже горят вполне успешно, их скорость 8 км в секунду. Так что 50 км отличный способ избавиться от чего бы то ни было, даже от большой космической станции. Последние кадры, которые он совершал на последних витках, вот в августе, в сентябре, вот это как раз пролет через над глазом тайфуна и движение вот по ходу по ходу движения кадры по съемке атмосферы. Кольца тоже с ближнего, с близкого расстояния смогли поснимать. Пролеты там мимо колец с видами на различные спутники смогли сделать. И вот это последний кадр, то есть где-то куда-то сюда несется Кассини, что где-то в этом слое атмосферы он ушел туда и уже не вернулся. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ